Добрый вечер! В эфире выпуск новостей Верхнеуральского телевидения в студии Фёдор Савинов. Смотрите сегодня в программе. Что? Где? Какие работы ведутся в поселениях района? По сообщениям жителей. Праймерис и онлайн приём. Слово депутату. Служить родине. В районе прошёл день призывника. Кто главная красавица? Шестеро девушек боролись за титул красы 2019. Новости поселений Верхнеуральского района предлагаем посмотреть в нашем сюжете. Новости поселений Верхнеуральского района. В Сухтелинском детском саду произвели замену окон. Юрий Карликанов провёл онлайн приём избирателей. А в Верхнеуральском районе прошла процедура Праймерис. Подробности в рубрике «Слово депутату». Каждую первую среду месяца первый заместитель председателя законодательного собрания области Юрий Карликанов выходит на связь со своими избирателями. Вопросы, с которыми к депутату приходят граждане, самые разносторонние. В этот раз с просьбой помочь в решении довольно трудной проблемы строительстве ФОКа в посёлке Межозёрный к депутату обратился Шамиль Хайбулен, тренер с 20-летним стажем. Шамиль обучает ребят приёмом дзюдо. В группе более 50 воспитанников. Ребята упорно тренируются и на соревнованиях показывают неплохие результаты. О помощи в дополнительном финансировании ремонта Дома культуры в городе Верхнеуральске говорили директор ДК Галина Лаева и глава Верхнеуральского городского поселения Вячеслав Колонюк. Текущий ремонт Дома культуры был начат в 2017 году. Мы вам в этом году также 10 миллионов это гарантированно дадим. Если хорошо разгонитесь, то мы попробуем вам в конце года увеличить. Хорошо? Разгонимся? Мы вспомнили, что если будет, это всё хорошего качества. Но мы по-другому-то не будем делать никак. По-другому же вы не разрешите. Вы мне уже раз показали качество на автодороге. Мы переделываем его. Уже всё переделано. Да, то есть оно уже надо приехать посмотреть. О ремонте автодорог после газификации и замены водопроводной сети в селе Форштад говорил глава сельского поселения Анатолий Катрухин. Юрий Корликанов все обращения обсудил с присутствующим на приёме главой Верхнеуральского района Сергеем Айбулатовым. В итоге принято решение о выделении средств на ремонт городского Дома культуры, а по строительству ФОКа и ремонту автодорог будет проведена соответствующая работа и дан ответ. В рамках предварительного голосования в Челябинской области будет распределяться 487 мандатов. Праймерис пройдёт по двум моделям. Вторая модель проводится в муниципальных образованиях с количеством избирателей менее 10 тысяч человек. Здесь предусмотрено 276 мандатов. На этой неделе праймерис провели в Верхнеуральске, Карагайском, Кирсе и посёлке Крутой Лог. Определились кандидаты в депутаты по каждому округу на довыборах в местные советы. Выборы пройдут 8 сентября 2019 года. В минувшую среду прошёл День призывника. Тех ребят, кому предстоит отдать долг Родине, собрали, чтобы сказать напутственные слова. Подробности в нашем сюжете. По доброй уже сложившейся традиции, 17 апреля в актовом зале районной администрации прошёл День призывника, посвящённый весеннему призыву юношей в российскую армию, на который были приглашены призывники со своими родителями. На встрече присутствовали заместитель главы района по социальным вопросам Сергей Машкин, председатель собрания депутатов Иван Машкин, начальник отдела военного комиссариата по Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам Сергей Енин, священнослужитель Свято-Никольского храма Отец Константин, имам Хатыб Серегпай Искандыров и председатель городского совета ветеранов Любовь Макуха. Со вступительным словом к присутствующим обратился заместитель главы района Сергей Алексеевич. В своём выступлении он особо подчеркнул, что служба в армии – это школа формирования лучших человеческих качеств, таких как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход из сложных ситуаций. Такие качества должны стать опорой в жизни каждого молодого человека. Ну, пожелать ребятам попасть в те войска, которые они хотят, пожелать им успехов, боевой и политической подготовки. Ну, а родителям, ну, родители всегда переживают за своих детей. Не боятся уж так и не прикладывают все усилия, чтобы ребёнок не пошёл в армию. Затем с полной процедурой отправки в армию будущих солдат ознакомил военком Сергей Йенин. В свою очередь он отметил тот факт, что звание российского солдата новобранцам нужно нести с гордостью, потому что служба в армии – это почётная обязанность каждого настоящего мужчины и пожелал призывникам успешной и добросовестной службы. Отправки начнутся у нас, многие задают эти вопросы на призывной комиссии, с 14 мая. Поэтому до 14 мая ребята, кто призваны, пожалуйста, есть время порешать свои, как говорится, социальные проблемы, проблемы, которые всегда есть, они возникают, их нужно решать, чтобы вами пойти чистой душой и совещей, как говорится. Отец Константин благословил ребят на ратную службу, призвав нести свой долг чести не только в армии, но и каждый день своей жизни. О законодательстве принесений службы в армии ознакомил парней и их родителей помощник прокурора Верхнеуральского района Дмитрий Спиваков. Уделяется большое внимание, отслужил гражданин, либо нет. И поэтому это не только уголовная ответственность, но и ваша дальнейшая карьера, судьба. Также с напутственными словами и пожеланиями достойной воинской службы, хороших и верных боевых товарищей, справедливых и понимающих офицеров, к призывникам обратились Серик Пайки Низбаевич и Любовь Петровна. Она пожелала родителям терпения, а призывникам помнить, что их любят и ждут. Обращаемся к вам, будущим защитникам Отечества, с наказом. Будьте достойны памяти падших годы Великой Отечественной войны. Тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. Служите честно, добросовестно, выполняйте воинский долг, свято следуйте традициям российской армии, таким как патриотизм, дисциплинированность, беззаветное служение Родины. Берегите и приумножайте честь нашего Верхнеуральского района. Завершилась встреча вручением ребятам памятных подарков и общем фото. Русский парень от моря бежит, русский парень от моря не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в огне не горит. Шесть претенденток на главный титул года. В Верхнеуральском ДК выбрали красу района 2019. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. 12 апреля в Доме культуры Верхнеуральска состоялся творческий конкурс среди представительниц прекрасного пола «Краса района-2019». На конкурс заявились шесть девушек. Регина Хайрварова из Межозерной школы, Карина Сарсенбаева из Первой городской, Анастасия Каюкова из Карагайской школы, Виолетта Драка, представительница Верхнеуральского агротехнологического техникума, Полина Ярыгина из Смеловской школы и Дана Тулезбаева, представившая Спасскую школу. Оценивали конкурсные задания компетентное жюри. Галина Лаева, директор городского ДК, Инга Ковпан, директор Дома детского творчества, Василий Урцев, начальник управления физической культуры и спорта, Павел Вдовин, директор магазина «Цифротех», и Анна Яковлева, директор магазина «Идея». Первый выход участницы самый яркий и необычный. Зрители и члены жюри увидели конкурсанток в разных стилях в одежде. Жюри оценивали правильность выбора ансамбля в одежде, гармоничность участницы с выбранным стилем. Регина Хайрварова продемонстрировала дерзкий рок-стиль. Карина Сарсенбаева – романтический стиль. Анастасия Каюкова и очень подошел стиль ретро. Виолетта Драка со своей группой поддержки показала мини-спектакль в морском стиле. Полина Ярыгина гармонично выглядела в стиле кэжуал. А Дана Тулесбаева в стиле милитари исполнила энергичный танец. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Следующим испытанием для участниц стал конкурс «Визитная карточка. Современная леди». Участницы в виде рассказа, презентацией или фильмом, созданным из видеофрагментов и личных фотоматериалов, представили на суд жюри информационную справку о себе. Биографию, личные достижения, увлечения. И дали ответ на вопрос «Почему именно я достойна стать красой района?» Как вот считаешь, какая должна быть краса района? Какая же, как я? Следующим этапом стал интеллектуальный конкурс. Участницы по порядковому номеру отвечали на вопросы, подготовленные ведущими. На этом испытании девушки продемонстрировали свои ораторские способности и смекалку. Каждую девушку при этом подбадривали из зала группы поддержки. В первую очередь это мои лучшие одноклассники, которые меня во всем поддерживают и всегда понимают. А также учителя, которые неоднократно помогали, подсказывали и давали советы. Самым вкусным и аппетитным стал кулинарный конкурс «Космическое блюдо». Конкурс был приурочен ко Дню космонавтики. Участницы из определенного набора овощей или фруктов оформляли на блюде композицию на тему космос. Девушки ответственно подошли к подготовке данного конкурса. Оригинально оформленные композиции удивили не только зрителей, но и членов жюри. Солнечная система из фруктов, инопланетяне из овощей, бутерброд в виде ракеты поразили всех присутствующих. Тему и регламент в каждом испытании девушки четко соблюдали. За кулисами переживали и рассуждали о том, что даст им этот конкурс. Он даст мне победу над собой, чтобы я, если я выиграю, то я буду, это будет как бы мотивация моей жизни идти вперед. То, что вот я в этом конкурсе победила, я дальше, значит, я все смогу. На следующем испытании все окунулись в мир прекрасного. Творческий конкурс под названием «Славится талантами наш район». На сцене были танцы, песни, стихи и даже писали картины на глазах у всех зрителей. Конкурсное испытание стало самым зрелищным и запоминающимся. Я думаю, что самым сложным конкурсом было это творческий, потому что так как я разносторонний человек, для меня это было сложно либо стих рассказывать, либо прозу, либо танец танцевать, либо еще что-то. И это было сложно. Но мы все-таки решили совместить танец и стих. При этом сколько ушло времени? Две недели. Заключительное дефиле в вечерних платьях красавицы Верхнеуральского района раскрыло конкурсанток, как самых нежных, чистых и неотразимых. Изящно и грациозно все девушки сумели представить себя и свой наряд. По итогам всех конкурсных испытаний члены жюри определили победительницу. Почетное звание «Краса района-2019» и корону завоевала Дана Тулезбаева из Спасской школы. Эмоции у зрителей зашкаливали, и слезы невозможно было сдержать. Дана, мы тебя любим! Призерами конкурса стали Регина Хайрварова, получившая титул «Мисс Артистизм», Виолетта Драка, «Мисс Нежность», Полина Ярыгина, «Мисс Оригинальность», Карина Сарсенбаева, «Мисс Талант» и Анастасия Каюкова, «Мисс Интеллект». Я всегда бы планировала участвовать в таких конкурсах. «Мисс Интеллект» я не ожидала, но у меня всегда хорошо было с учебой. Я счастлива поучаствовать в этом конкурсе. Это большой опыт, большой страх, большие эмоции, слезы, все, просто я счастлива». Один из спонсоров мероприятия, директор магазина «Идея» Анна Яковлева, вручила подарок конкурсантке из агротехнологического техникума «Виолетте Драка». Все девушки были награждены памятными призами и грамотами управления образования. Редактор субтитров А.Семкин А почему в сказках всего по три? Три богатаря, три поросенка, три желания. Потому что три – счастливое число. А нас двое. Ладно, будет вам третий поросенок. Пока ты! Чисел много. И какое счастливое решать вам. А я слышал счастливое число семь. Легко быть ксенофобом, когда ты не говоришь ни на одном иностранном языке. Когда ты не знаешь, как устроен мир и о чем думают люди. Это надо в детстве прививать. Я думаю, что, в первую очередь, это взаимоуважение. Это возможность поставить себя на место другого человека и принять его или ее взгляды как свои. Это очень важное чувство. Добро пожаловать на сайт государственных услуг. Всякий раз, когда вам необходимо получить справку или оформить заявление, вы уверены, что потребуется исписать горы бумаги и посетить бесчисленное количество кабинетов. Но мир госуслуг меняется. Бумаги уходят в прошлое. Этот сайт создан для того, чтобы свести к минимуму траты времени и освободить вас от очередей сбора документов и справок. Здесь, на государственном портале, вы можете напрямую и без лишних хлопот воспользоваться услугами и даже контролировать их выполнение. Госуслуги теперь прозрачны, как никогда. Понадобилось ли вам получить загранпаспорт, оплатить штраф ГИБДД или оформить получение материнского капитала? Вы можете сделать это, не выходя из дома. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте госуслуг. Ваши личные данные и работа в этой системе строго конфиденциальны и надежно защищены. Чтобы вы могли быстрее освоиться на портале, предлагаем посмотреть видеоролик «С чего начать?». «С чего начать?». «С чего начать?». У наркотика своя цель. Продолжение следует. Поэтому подготовку к нему начинают уже сегодня. Подготовка к великому празднику уже стартовала во всех регионах России. Все культурные и образовательные учреждения Верхнеуральского района также ведут разработку цикла мероприятий. В нашем муниципалитете 642 человека получат продуктовый набор и открытки от временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы района Сергея Айбулатова. У памятников проведут уборку, пройдут традиционные акции. Кроме того, у всех граждан, которые состоят на учете в комплексном центре социального обслуживания населения на дому, на минувшей неделе волонтеры второй городской школы провели уборку. Забывать своего прошлого нельзя, ведь без него невозможно не понять, кто ты есть, не идти в будущее. Не может не радовать тот факт, что в России помнят Великую Отечественную войну и почитают воинов, защитивших свое отечество. И молодежь, и люди пожилого возраста сегодня стараются проводить работу по патриотическому воспитанию. Порой не обходится без помощи компьютерной техники. Первый этап чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста Верхнеуральского и Уйского районов прошел 12 апреля в комплексном центре. Чемпионат в регионе проводился по инициативе Министерства социальных отношений. Для участия в чемпионате было выдвинуто два участника, по одному участнику от каждой стороны. Верхнеуральский район представляла Любовь Кудашева, Уйский, Вера Катаева. Чемпионат состоял из пяти заданий. Задания были непростыми, но участники продемонстрировали свои знания и показали отличные результаты. Любовь Кудашева рассказала много интересного о своей семье, увлечении скандинавской ходьбой и путешествиями. Вера Катаева оказалась любительницей кулинарии и цветоводства. Несмотря на то, что участницы были основательно подготовлены и показали уверенные знания в пользовании персональным компьютером, как и в любом конкурсе, победитель был обозначен. С отрывом в один балл победу одержала жительница Верхнеуральска Кудашева Любовь Леонидовна. Победителю чемпионата вручили кубок, а участнику диплом и памятный сувенир. В рубрике к юбилею мы расскажем о Милане Арзамасовой и предстоящем дне рождения Верхнеуральска. Поздравление жителей со значимыми в их жизни датами стало уже доброй традицией в районе. 13 апреля исполнилось 90 лет труженицы тыла Милане Арзамасовой. В этот день с такой знаменательной датой ее поздравили заместитель главы муниципалитета по социальным вопросам Сергей Машкин, начальник управления социальной защиты населения Елена Шишкина и председатель Совета ветеранов Верхнеуральска Любовь Макуха. Они сочетали приветственные адреса, направленные ей по случаю юбилея президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Верхнеуральского района Сергеем Эйбулатовым и вручили юбилярше подарки. Милане Андреевна многое повидала за свою долгую неспокойную жизнь, жизнь целого поколения. Юбиляр богата не только трудами, достойными отзывами о ней, но и хорошей семьей. Ее жизнь это подвиг. Каждому из нас нужно учиться у людей старшего поколения, любви к родине, сплоченности, мужеству и самоотверженности во имя достижения великой цели. В день рождения имениннице было приятно слышать добрые слова в свой адрес. Это очень хорошо, душе приятно. Дорогие Верхнеуральцы, все мы с вами искренне любим наш старинный и прекрасный, но по-настоящему родной город. В этом году Верхнеуральску исполняется 285 лет. Чтобы еще раз напомнить об этой славной дате, Верхнеуральский районный краеведческий музей и Центральная городская библиотека имени Кудряшова при информационной поддержке газеты «Красный уралец» и ВТВ приглашает вас принять участие в проекте творческих работ «Город, ставший судьбой», который стартует 15 апреля. Подробности можно узнать, перейдя по ссылке, закрепленной ниже, а также на сайте, адрес которой вы видите на своих экранах. Поддержите нас! 31 августа 2019 года состоится грандиозное мероприятие, посвященное празднованию юбилея Верхнеуральска. В СМИ района мы будем анонсировать конкурсы и площадки, которые будут проходить в рамках 285-летия города. Объявляется сбор заявок от творческих семей, представляющих учреждения предприятия Верхнеуральска. Семьи, желающие принять участие в праздничных площадках 31 августа на стадионе имени братьев Кошериных, просим обращаться в городскую администрацию или по телефону 8-351-43-2-20-23. Время наводить чистоту. Погода создает благоприятные условия для уборки придомовых территорий и общественных мест. С 12 апреля наступила череда субботников. Подробности прямо сейчас. Для большинства жителей города Верхнеуральска проблемы охраны окружающей среды, благоустройства являются наиболее обсуждаемыми и значимыми вопросами. В общественной приемной Верхнеуральского местного отделения партии «Единая Россия» в рамках недели экологии была открыта горячая линия по вопросам экологии и благоустройства в городе. Во время горячей линии жители Верхнеуральска имели возможность задать вопросы о незаконных свалках, о планируемых субботниках, новых посадках деревьев и наведении порядка в скверах. Горячую линию вели специалист по экологии администрации Верхнеуральского муниципального района Алена Шеметова и глава Верхнеуральского городского поселения Вячеслав Колонюк. Отвечая на вопросы по благоустройству и проведению субботников, мэр города сказал, что улицу Зауралье будут грейдировать и уберут сухую траву. При участии волонтеров, активных горожан и ЖКХ будет наводиться порядок в Буренином саду. За счет средств дорожного фонда будет проводиться ямочный ремонт улиц. Запланировано проведение общегородских субботников и уборка территории в поселениях муниципалитета. Даты определены постановлением 24, 25, 26, 29 и 30 апреля и 6 и 7 мая. Первый большой субботник – очистка набережной реки Урал от стеллы 270 лет Верхнеуральску и памятник солдату-освободителю. Субботник состоится 26 апреля с 14.00. Приглашаются жители города, общественные организации, трудовые коллективы. Городская администрация обеспечит перчатками и мешками для мусора. Рабочий инструмент следует принести свой. Выпиленные и обрезанные деревья горожане могут забрать на дрова. 17 мая состоится субботник в Сосновом сквере микрорайона Медгородок. Сквер стал любимым местом для прогулок жителей микрорайона и в нем нужно навести чистоту. 17 мая проводится всероссийская акция «Вода России». Пройдут субботники по наведению порядка на берегах рек и озер. Подводя итог горячей линии, организаторы отметили, что впереди много работы и большинство жителей города не жалеют сил, чтобы сделать город красивее и чище. Но есть еще места, где не приступали к уборке. Предстоящая неделя у православных будет чистой, когда каждый спешит прибраться внутри и снаружи дома. В Свято-Никольском храме силами прихожан уже прошел массовый субботник к вербному воскресенью. В общем, принято проводить субботники, то есть в весеннее время. Так и у нас перед этим великим праздником мы делаем большую уборку, капитальную уборку. Приглашаем всех прихожан наших, и они с удовольствием отвлекаются. И вот предпоследнюю неделю перед праздником Пасхи мы посвящаем тому, что приводим наш храм в благолепный тоже вид. И для нашего храма, и вообще для любого, любой организации, любого города это имеет огромное значение. Потому что мы здесь живем, вот мы и должны заботиться о благолепии, красоте нашего края, города и храма. Субботник, одна из немногих сохранившихся советских традиций, приобретает сейчас все больший размах. Основная идея современного субботника – совместная работа обычных граждан на благо города, в котором они живут. Сделать населенный пункт лучше, чище и опрятнее теперь может каждый желающий. И сегодня все больше людей это понимают, и готовы тратить на это свободное время. Успейте привести к Пасхе, первому мая, Дню Победы, в порядок территорию, на которой вы работаете и проживаете. Коротко о других событиях смотрите в рубрике «Одной строкой». 6 апреля в Челябинской области стартовали туры регионального фестиваля традиционного творчества тюрокских народов «Уралын». Первыми фестиваль приняли в городе Миасе в центре «Досугостроитель». 13 апреля конкурс прошел в Троицке. Солисты КДО «Меридианы» с поселка Межозерный и Верхнеуральского дома культуры заняли призовые места. В номинации «Вокал» диплом лауреата второй степени получила Линария Юмабаева. Дипломы за сохранение и развитие традиционной народной культуры получили Розеля Сафина Альфира Лутфулина, руководитель Валерий Фролов. В номинации «Хореография» дипломы первой степени получили Нелли Файзулина, а также дуэт Виктория Машкина и Ясмин Ягупова, руководитель Нелли Файзулина. Ансамбль «Сандугашлар» получил диплом в третьей степени, руководитель Фаина Васильева. 15 апреля в преддверии майских праздников в Верхнеуральском районе провели заседание антитеррористической комиссии в целях предотвращения возможных правонарушений и профилактики экстремизма и терроризма. Открывая заседание, глава муниципалитета, председатель антитеррористической комиссии Сергей Айбулатов призвал глав поселений, работников правоохранительных органов, муниципальных служащих и всех жителей района быть бдительными, не оставлять без внимания ни один факт, представляющий общественную опасность. На заседании также выступили члены антитеррористической комиссии Верхнеуральского района, главы поселений, руководители служб и управлений, а также другие. С 30 апреля по 9 мая работники ОМВД будут нести службу в усиленном режиме. Также мобилизованы работники МЧС, районной больницы и других организаций. Тотальный диктант, охватывающий с каждым годом все больше стран и городов и празднующий свое 15-летие, можно назвать самой масштабной международной образовательной акцией в поддержку великого и могучего русского языка. В этом году над текстами писателя Павла Басинского трудились ученики из 80 стран. В числе диктаторов чтецов были, в частности, журналист Владимир Познер, музыкант Алексей Кортнев, певица Диана Арбенина, актер Кирилл Кяро, спортивный комментатор Василий Уткин. Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель – дать возможность каждому человеку проверить знания русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в 2004 году в Новосибирском государственном университете. Более 230 человек написали тотальный диктант по всему миру в субботу 13 апреля 2019 года. Из них более 180 тысяч человек написали диктант в России, сообщила руководитель проекта Ольга Рябковец на пресс-конференции в понедельник. Верхнеуральской площадкой для написания тотального диктанта снова стала городская библиотека имени Петра Кудряшова. Для участников сначала огласили правила, после чего все собравшиеся прослушали обращения организаторов. Затем текст диктанта прочитала Людмила Кулакова, корректор районной газеты «Красный Уралец». Участники проекта внимательно слушали чтеца, писали, старались не спешить, вспоминая правила русского языка. Конечно, были правила, которые мы еще не изучали в школе, но я думаю, я справилась. Было волнение, но я его все-таки поборола. Результаты можно будет узнать на официальном сайте тотального диктанта. Цифровое эфирное телевидение. Скоро 20 общедоступных телеканалов будут в каждом телевизоре нашей страны. Подключайтесь и смотрите без помех. Подробности по телефону 8 800 220 20 02. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше у него шансов на полноценную здоровую жизнь. Проверься на ВИЧ. Это сохранит тебе жизнь. Проверься на ВИЧ. Это позволит родить здоровые детей. Проверься на ВИЧ. Это обеспечит безопасность твоих близких. Проверься на ВИЧ. Сделай это прямо сейчас. Адреса кабинетов на сайте himo.ru Проверься на ВИЧ. Адреса кабинетов на сайте himo. С 12 по 14 апреля проходил межрегиональный турнир по Тхэквондо в городе Челябинске. Тхэквондисты под руководством Натальи Абдаловой показали отличные результаты на турнире. Завоевали золотые медали Ангелина Яковлева, Вероника Фатахова, Матвей Седов, Валерия Яникеева. 21 апреля в поселке Межрегиональный турнир будет проходить турнир под Тхэквондо, на который приедут команды из Магнитогорска и Верхнеуральска. 14 апреля в городе Троицке состоялось открытое первенство по плаванию среди команд городов Челябинской области «Апрельская копель». В первенстве принимала участие команда сборной района по плаванию в составе шести человек и привезла кубок и три медали за третье место. Состав команды вы видите на своем экране. Отдел вневедомственной охраны по городу Верхнеуральску проводит набор граждан на службу в Росгвардию на аттестованные должности сотрудников группы задержания сержантского состава. Требования к кандидатам на службу. Граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 35. Образование не ниже среднего, полного, общего, 11 классов. Прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Федерации, не имеющие судимости, имеющие хорошую физическую подготовку. По всем интересующим вопросам обращаться в отдел вневедомственной охраны по адресу город Верхнеуральск, улица Советская, дом 28, либо по телефону 8351-43-220-55. Информацию о деятельности Верхнеуральского телевидения, а также анонсы передач, вы можете увидеть в официальной группе ВКонтакте, УралВТВ и на сайте телевидения. Узнать подробно обо всех новостях до эфира вы можете на нашем портале в уральск.лайв. А наш выпуск подходит к концу. Увидимся на следующей неделе. Хороших вам выходных. Смотрите ВТВ. 15 апреля свой день рождения отметил Иван Александрович Шаманов, депутат районного собрания от Верхнеуральска. Желаем с годами только крепчать и совершенствоваться. Желаем с каждым днем свою мечту воплощать в реальность, свое слово превращать в действие, а важную цель в достижение здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удач. С уважением, коллектив ВТВ. Памятная дата военной истории Отечества. 16 апреля. В этот день в 1945 году началась Берлинская стратегическая наступательная операция. Проводилась по 8 мая 1945 года войсками 2-го Белорусского фронта маршала Рокоссовского, 1-го Белорусского фронта маршала Жукова и 1-го Украинского фронта маршала Конева. Уже через 5 дней наши передовые части вышли на северную и юго-восточную окраины Берлина. День воинской славы России. 18 апреля. В этот день в 1242 году на льду Чудского озера русские воины под началом новгородского князя Александра Невского разбили немецких рыцарей Ливонского ордена. Вырвавшиеся из окружения немцы бежали на запад. Часть из них провалилась под лед. Ливонский орден потерял в ледовом побоище 2 трети своего войска. И паде чуде без числа, а немец 500, говорит летопись. Памятная дата России. 19 апреля 1783 года. Принятие Крыма в состав России. В этот день императрица Екатерина II подписала манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей кубанской стороны под российскую державу. В манифесте говорилось о счастливом превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный в составе российского государства. Принятие Крымского Южный Урал. Самое сердце России. Челябинская область. Родина сотен самобытных и уникальных творческих коллективов. Наши песни звучат по всей стране. Наши танцы завораживают весь мир. Наши театры – номинанты и лауреаты престижных российских и мировых конкурсов. Наши музеи – национальное достояние. Гастроли и выставки, фестивали и конкурсы. Южноуральцы гордятся своими талантами. Россия гордится нами. Бэтмен замечательный получился у Сережи. Молодец, Витя. Аня, а у тебя что за рисунок? Какого героя ты нарисовала? Чтобы стать для ребенка супергероем, не нужен подвиг. Достаточно вашей любви. Федеральное агентство лесного хозяйства предупреждает. Не жги сухую траву, будет пожар. В случае обнаружения травяного или лесного пожара, звони 8 800 100 94 00. Давай, шеф! На рейсе 10-137 в самолете заложена бомба. Просим всех покинуть самолет через переднюю дверь. У меня самолет! 25 апреля в зрительном зале городского дома культуры по адресу улица Розы, Люксембург, 41 пройдет 17-й районный конкурс на лучшего чтеца «Литературный круг». Начало в 11.00. Вход свободный. В праздник весны и труда в Верхнеуральске пройдет 45-й легкоатлетический пробег Европа-Азия, открытие которого состоится в 10.30 1 мая на Центральной площади. С 9.00 до 10.30 регистрация участников пройдет в актовом зале 2-й городской школы. С 11.00 со спичечного моста стартуют ветераны – участники марафона по скандинавской ходьбе. В 11.30 будет дан старт детскому забегу. И в 12.15 от Стелла на село Степное возьмет начало массовый старт. Параллельно в парке культуры и отдыха с 11.15 начнется праздничный концерт. Там же будут работать торговые ряды, развлекательные площадки для взрослых и детей. 1 мая в Верхнеуральске пройдет празднование Дня весны и труда. Все мероприятия пройдут на Центральной городской площади. Приглашаются к сотрудничеству предприниматели, желающие разместить торговую точку в парке культуры и отдыха. За информацией обращаться в отдел экономики и анализа или по телефону 8 351 43 3 31 00. С 1 апреля 2019 года отделение Сбербанка России в городе Верхнеуральске переехало с улицы Еремина 32 напротив 2-й городской школы в здание по адресу. Город Верхнеуральск, улица Красноармейская, 66. Магазин Арарат ниже городского дома культуры. Уважаемые жители города Верхнеуральска и гости! С 26 марта 2019 года вы можете купить билет на автобус на сайте av74.ru на любой маршрут согласно расписанию с автовокзала города Верхнеуральска. Купи билет на av74.ru Настало время узнать о погоде на территории Верхнеуральского района в эти выходные. По данным интернет-сайта Гесметио, в субботу 20 апреля температура воздуха утром минус 4, вечером плюс 4 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В воскресенье 21 апреля утром минус 1, а вечером всего плюс 6 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Все выходные пасмурно. Православные отметят вербное воскресенье. Осветите веточки, наделив их магическими свойствами. И смотрите ВТВ, по телевизору или на официальных сайтах, адреса которых вы видите на своем экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова